Веселая, нелугомостная, золотая, красная, черная, зеленая. Секреты мастеров вновь в Нижнем Новгороде. Перед главным ярмарочным домом продукцию представляют 84 участника фестиваля народных художественных промыслов. Здесь можно встретить изделия из керамики, фарфора и дерева. Гости смогут увидеть узоры хохломы, гжели, финифти. По организации все замечательно. В прошлом году мы приезжали впервые сюда, в Новгород. Нам очень понравилось. В этом году нас пригласили организаторы повторно. На фестиваль приехали нижегородские умельцы, мастера из разных уголков России и представители народных художественных промыслов в Беларуси. Эксклюзивная керамика. Вот такое делают только три человека в мире. Два человека в Беларуси, один мужчина в Германии. Вот такого плана. Сочетает материал и глину. Когда видят, что мы из Беларуси, такое теплое отношение к нам. Конечно, покупателей тоже хватает. Им нравятся наши изделия. Это тоже приятно удивляет, что наша белорусская продукция пользуется спросом здесь. Поэтому мы будем к вам приезжать теперь. Гости фестиваля могут также познакомиться с золотоплетением, гончарным промыслом, художественной обработкой металла, вышивкой, ткачеством и кожевиным делом. Важно поддерживать эту тенденцию, чтобы каждый год фестиваль собирал лучших из лучших. Секретов у них действительно много. Единственное, не секрет, что Нижний Новгород – это столица народно-художественных промыслов России. Это очень важно. Такой уровень ко многому обязывает. Я посмотрел то, что представлено сегодня на ярмарке. Действительно удивительные вещи. Они, помимо того, что уникальные, поскольку во многих из них ручной труд красивые. Но это не только история, это совершенно точно современный. Вход на фестиваль «Свободный» мастера закончат делиться своими секретами 3 октября. Александра Шеломцева. Время новостей.